Видео подготовлено специально для сайта online-gdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним упражнение 197. Прочитаем задание. Выпишите вначале предложения, в которых однородными являются главные члены, затем предложения с однородными второстепенными членами. Поставьте пропущенные запятые. Обозначьте опознавательные признаки употребления запятой между однородными членами. С помощью схем обоснуйте постановку запятых. Первое предложение. Кот увидел каштанку, вскочил, вытянул спину, задрал хвост и взъерошил шерсть. Итак, давайте с вами нарисуем схему, чтобы было понятно, почему здесь ставятся запятые. У нас здесь однородное сказуемое «увидел», вскочил, вытянул, задрал и взъерошил. Вот таким образом мы расставляем знаки препинания в этом предложении. Следующее. Каштанку овладели отчаяние и ужас. Каштанка лизнула незнакомцу руку и заскулила еще жалостней. Он чмокнул губами и сделал каштанке знак рукой. Гость заговорил о чем-то быстро, горячо, отчетливо, но непонятно. Давайте с вами нарисуем схему этого предложения с однородными членами. Заговорил как быстро, все это является обстоятельством, горячо, это тоже обстоятельство, отчетливо, обстоятельство, но непонятно. Итак, здесь мы ставим запятые, потому что однородные обстоятельства в предложении. Следую. Сначала дал ей хлеба и зеленую корочку сыра, потом кусочек мяса, пол пирожка, куриных костей. Давайте составим с вами и схему и этого предложения. Дал кого чего хлеба, это однородное дополнение. И корочку, кусочек мяса, пол пирожка, куриных костей. Вот таким образом у нас получилась эта схема. Далее нужно разобрать по составу слова костей. Кост у нас будет корнем, ей, окончание. И глагол взъерошил. Глагол взъерошить это второе спряжение. В данном случае прошедшее время. Единственное число взъерошил мужской род. На этом все. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok